Что может быть хуже неадекватных школьников или агрессивного быдла в вашей команде? Существует два варианта ответа на этот вопрос. Девушки и представители этих трёх видов вместе. Сегодня мы поговорим о первом варианте. В своей прошлой аналитике я уже затрагивал тему девушек и доты, но там шла речь о тех, кто пользуется лишь её репутацией и именем, ради привлечения внимания виртуальных альфачей. А сегодня мы поговорим непосредственно о тех, кто наиболее тесно связан с этой замечательной игрой, то бишь девушках-дотерах. Это самое адское словосочетание, за исключением девушка-автомобилист, которое мне приходилось когда-либо слышать. Но не предназначены компьютерные игры для девушек, особенно те, в которых нужно постоянно продумывать свои действия и пытаться продумать вражеские. Те, в которых необходима хорошая реакция и способность адекватно оценивать ситуацию. И нет, я не пытаюсь оскорбить умственные таланты нынешних девушек. Просто хорошо играть в доту или кс для них чисто физиологически невозможно. Единственный адекватный вариант для девушек-дотеров это собрать петицию на создание отдельной версии доты, чисто для дам, которой не важна будет ваша реакция. У вас не будет необходимости фармить крипов. Активных эффектов у айтемов во избежание залипаний мозга и поломанного маникюра тоже не будет. И все замесы из-за неспешных оценок играющих будут по длительности, как половой акт барсуков. А, подождите, где-то я такое уже видел. Конечно, как и в любых других ситуациях, есть и свои исключения. Наверняка где-нибудь живет такая девушка, которая отлично умеет играть в доту, при этом прекрасно выглядит и может нагнуть всех нас на миде, как лоу-скильных раков. Я даже не знаю, кто раздражает меня больше. Девушка в одной команде или гидроцефальные задроты, которые, едва услышав голос юной нагибаторши, приступают к высококлассному пикапу. Ты, мудак, в прошлой катке ебал чужих мамок и вертел на своем баклажане сестру чувака, который лишь попросил тебя купить ворды. А тут весь из себя такой джентльмен. И ворды, и куру, и ганги покадек своей возлюбленной, которую он даже в лицо не видел. А если вдруг это особо случайно так начнет фидить, ей никто не сделает замечания. А если и сделает, то ее новоиспеченный ухажер отпуисосит тебя по полной программе, и в итоге ты окажешься виноватым. Дота это то место, в котором половая принадлежность не должна являться оправданием совершенных фейлов. Здесь все равны. И если девушка ошибается, она наряду с другими провинившимися, по праву должна хлебнуть говнеца от резервенных тиммейтов. Никаких поблажек. Готовься стать кривой порошмандовкой за слитой миты и забудь о похвалах за выигранные в дальнейшем замесы. Все запомнят лишь твои ошибки, и на то, что ты там где-то тащишь, всем давно плевать. И я готов пожать руку каждому парню, который придерживается этих простых и в то же время важных принципов в нашем виртуальном мире. Скажем, нет половой несправедливости. Но есть простое и гениальное решение во избежании всего этого дерьма. Если вы вдруг видите во время загрузки игроков ник, подсказывающий вам, что по ту сторону монитора сидит особь женского пола, советую незамедлительно доджить из этой проклятой катки, пока еще не поздно. Иначе вы рискуете просрать 40 минут своей жизни на анонимное подгорание вашего пердака и выслушивание чужих комплиментов в адрес бабы на линии со счетом 0.8 на 6 минуте игры. Да-да-да, печальный опыт. Но это еще не самое страшное. В доте иногда встречаются самые отбитые на голову самки, которые намеренно выпячивают в войсчате свою принадлежность к женскому полу. Я не школьник, я школьница. На что ты надеешься, чьи свешная овца? Что все тиммейты упадут к твоим ногам и начнут осыпать тебя декахуками и арканами лишь за то, что ты зашла в доту? Какая щедрость! Хотя, как я сказал ранее, такие отбитые представители мужского пола наверняка существуют, но это уже из-за разряда тупейшего фетиша на так называемых девушек-геймерш. Убейтесь, пожалуйста. И для тех, и для других уготован отдельный котел в аду, если он, конечно, существует. Дорогие дамы, пожалуйста, в дальнейшем забудьте про существование войсчата и начните уже всячески шифроваться, чтобы никто не догадался, что вы девушка. Этой стратой, кстати, давным-давно уже пользуются школьники и вполне успешно. Спасибо им за это. Так почему бы вам не последовать их примеру? Хотя школьник-то подрастет и получит свое право голоса, а вот баба за несколько лет пацаном не станет. Но в любом случае, дота — это не место для девушек. И, как сказал один непризнанный философ... Анастасия, сударыня, нахуй вы ходите в МИД, если вы девушка. Вы не слышали о том, что если между ног нет хуя, то в доту нельзя обратиться? Субтитры сделал DimaTorzok